Как это было 14 мая 1970 года? Увидеть и прочувствовать события трагической страницы нашей истории позволяет выставочный проект, который открылся в Музее истории города Махачкалы. Выставка, посвященная трагической странице в истории республики, открылась в Музее истории столицы. В Музее города мы посчитали, что нам очень важно и необходимо сделать выставку по этому событию, потому что Дагестан это сейсмически опасная зона, зона повышенной опасности. И в этом контексте те события, которые стали происходить после землетрясения, а я сейчас имею в виду великую дружбу народов, когда вся буквально страна бывшего СССР, братские республики пришли на помощь дагестанскому народу и в кратчайшие в сроки восстановили наши города. В этот день жизнь жителей Махачкалы, как и самого города, разделилась на до и после. Дагестанскую столицу потрясло сильнейшее землетрясение. Майя Эмирова стала не просто невольным свидетелем происходящего, а его летописцем. Фиксировала увиденное на фотоаппарат, беседовала с очевидцами. В итоге сложился доклад, за который она получила третье место на всесоюзном конкурсе студенческих работ. Благодаря этому землетрясению я впервые увидела Москву. В 70-м году там как раз был, в Москве проходил всесоюзный конкурс студенческих работ, и я послала вот фотографии и доклад на эту тему. И он занял третье место, и меня пригласили с другими участниками в Москву. И вот тогда я в 71-м, в 70-м, да, уже, в 70-м, я впервые была в Москве, выступила с докладом. Вот такой был. Для меня это целая эпопея, это землетрясение. Землетрясение принесло на землю Дагестана разруху и потери, но вместе с тем сплотило людей перед общей бедой. Помощь в разрушенные поселки и города приходила со всего Советского Союза. За короткие сроки была восстановлена экономика республики. Заново отстроены здания и целые села. Махачкала стала приобретать облик современного города. На место одноэтажных домов пришли многоэтажные постройки. Появились новые жилые микрорайоны, широкие проспекты. Фактически новая архитектура Махачкалы, она появилась уже после с застройкой всем известных и появлением известных микрорайонов Узбек-городок. Вот эти новые целые жилые комплексы. Появилась многоэтажная архитектура и город стал приобретать в общем-то такие черты современного города. Мы все знаем в нашем поколении и старшем, почему этот район называется Узбек-городок. Потому что узбекистан привозил свой материал. Узбеки построили и подарили Дагестану узбек-городок. Потом на улице Шамина и Кирова там были первые девятиэтажные дома Махачкаля. Их называли Турские дома. Их построил Тулу и подарил Дагестану. Появилась вестница Ленинград, который после Тулу и Кирова построили и Бракции и подарили Дагестану. Вот это вот такой момент объединяющий нам все, что мы видели, насколько всегда могучи наши страдания и никто не остается один на один в беде. В экспозиции итог большой исследовательской и реставрационной работы. Тексты, ярко и точно описывающие события, фотоизображения, сейсмические приборы, подлинные документы, живопись, графика и скульптура, посвященная теме землетрясения. А также документальная хроника тех лет и фильм с воспоминаниями очевидцев, снятый специально для музейного проекта художником и режиссером Мурадом Халиловым. Ограниченное пространство выставочного зала Музея Истории города Махачкалы не позволило вместить весь объем изученного и отобранного материала, но каждый желающий может более подробно ознакомиться с темой дагестанского землетрясения 14 мая 1970 года на сайте Музея История города Махачкалы. Музея 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 А Бариат Мурадовой можно говорить бесконечно, потому что с ней связано очень многое в нашей жизни. В нашей культурной жизни Дагестана. В мою жизнь она вошла рано. Мне было примерно 6 лет, и в селе в Карабдакенте на маленькой сцене я впервые увидела Бариат Мурадовой. Это было удивительное зрелище для маленького ребенка, пришедшего с родителями на спектакль «Кумыкский». Молана Среддзин. Это было так здорово, это было так заразительно. Весь зал смеялся. Все воспринимали ее и Тажуддина Гаджиева просто вот как близких, родных людей. Это была первая встреча. Потом было много встреч. И одна из очень значительных для меня. Я уже была взрослая девушка, уже закончила университет. И спектакль смотрела «Материнское поле» по Чингизу Айтматову. Монолог «Толганай» до сих пор вот в моем сердце. Как он был произнесен, как она говорила, как она вспоминала о чем-то. И это было действительно очень сильно. Вот обращение к классике, к советской классике и образ Толганай матери был исполнен просто замечательно. Таких встреч было много. И я старалась попадать на премьеры Кумыгского театра, так же, как и вся моя семья. И мама очень любила спектакли с участием Бариат Мурадовой и отец мой. И более того, когда приезжала группа артистов Кумыгского театра с очередным спектаклем, после этого они бывали у нас в гостях в нашей семье. Это были незабываемые минуты, и я очень трепетно храню эти воспоминания и с большой любовью и уважением и памятью вспоминаю о Бариат Мурадовой. Судьба меня очень часто сводила с Бариат Мурадовой. Так случилось, что работая в школе, я решила писать малую научную работу со своей ученицей, а вернее даже с племянницей, посвященной Бариат Мурадовой. И в связи с этим я побывала у нее в доме вместе со своими воспитанницами, со своими девочками, которых я учила. Это была удивительная тоже встреча. Она очень радостно приняла нас. Мы были с цветами, пришли к ней, и она восторженно смотрела на молодежь и говорила, «Меня еще помнят! Как здорово, что меня помнят! Я тоже вас всех люблю!» Она уже к тому времени, к сожалению, уже не играла на сцене Кумыкского театра. Но все в квартире Бариат Мурадовой говорило о том, что она человек театра, что она легенда Кумыкского театра. Это удивительные фотографии, этот портрет Бариат Мурадовой, исполненный Маледином Джамалом. Все то, что окружало нас, говорило о том, что здесь легенда Кумыкского театра. Человек удивительной судьбы, яркая личность. Несмотря на то, что она уже была взрослая и уже, как говорится, преклонного возраста, глаза ее светили счастьем. Она очень любила людей и всегда с радостью принимала гостей. Перед нами здесь необычный портрет. Портрет этот выполнен народной умелицей. Это вышивка. Кстати, вот этот художник Гаврилова Людмила, она делала портреты многих известных художников, поэтов, писателей. И вот, к счастью, в нашем музее этот портрет представлен. Здесь мы видим ее в полуоборота. Она на голове тастар. Очень такой выразительный портрет. Но многие удивляются, как, неужели выполнена эта вышивка, гладь. Ну, вот такая необычная техника. В Музее истории театров Дагестана представлены многие материалы, связанные с именем Бориат Мурадовой. Это и уникальные раритетные фотографии из разных спектаклей. Это и классика. Это и русская классика, и зарубежная классика. Это и кумыгские спектакли, в которых она играла. Но что поражает, посетители удивляются, как. Они, вот, кумыгский театр ставил классику, аварский театр ставил классику. Лопе де Вега, Сервантес, Шекспир, Шиллер и многие-многие другие. Или русская классика, островские. Она играла беспреданницу. А если обратиться к дагестанской классике, то это, конечно же, пьесы и Гамида Рустамова, и спектакль Молана Середин, Магомеда Курбанова. Это удивительное наследие, которое мы, вот, к счастью, в нашем музее это хранится. И мы с большим удовольствием показываем своим посетителям эти фотографии. Коль я заговорила о музее, то я хотела бы, конечно, остановиться на очень таких значимых культурных событиях в нашей республике. Это 2014 год. Это год, столетие Бариат Мурадовой. Поистине, это был настоящий праздник. Потому что, во-первых, мы готовились к выставке. Музей истории театров Каркмасова, Маймусат, работала тогда там. Музей города готовился к выставке. Это были разные выставки с разными какими-то интересными концепциями. Предполагалось, что будет выставка в Бахрушинском музее. Все это так и произошло. И все это было на высочайшем уровне. Музейщики явили миру дагестанскому посетителю, зрителю огромное количество удивительных, ярких документов, фотографий, фотодокументов, афиш, эскизов к спектаклям, которым играла Бариат Мурадова. Ну и, конечно, самым таким ярким событием, значимым для не только нашего Дагестана, но и для России, это была выставка, которая проходила в Бахрушинском музее, в Государственном центральном театральном музее имени Алексея Алексеевича Бахрушина. И по сей день служители этого музея вспоминают с восторгом. Они говорят, ну как, это удивительная актриса, и какая она разноплановая, какая она удивительная актриса с такой яркой биографией. Тогда были представлены и костюмы Бариат Мурадовой, и гармошка, на которой она играла, и фотографии, которые действительно, может быть, сохранились только в единственном экземпляре, и пластинка, на которой была запись ее песен. Ведь раньше именно вот на пластинках записывались песни Бариат Мурадовой и других певиц. Эта выставка действительно стала очень-очень значимой. Ну и, конечно, в это время на телевидении прошли передачи РГВК и ГТРК, подготовили передачи с театральными деятелями, с театральными людьми, передачи о Бариат Мурадовой. Они вспоминали и Айгум Ильдарович Айгумов, и Ислам Казиев, и Гулизар Ахмедовна Султанова, и Бай Султан Усаев. То есть все те, кто очень хорошо и близко знал ее, Мавле Даниилович Тулпаров. Это было здорово, и, к счастью, мы в нашем архиве имеем эти записи, эти интервью с современниками Бариат Мурадовой, которые так о ней вспоминали. Ну и, конечно же, я не могу обойти вниманием книгу Бариат Мурадова книга. Здесь на обложке мы видим портрет Беспалова. Это один из портретов, очень ярких, кстати, очень много портретов. Многие художники обращались к ее творчеству, в частности, и вот Джамала портрет, и Беспалова, и Конопадская. И дочь Бариат Мурадовой, Белла Мурадова, множество и живописных портретов, и бюстов, и, конечно же, великолепная скульптура, которая стоит на театральной площади перед Кумыкским театром. На самом деле, очень такой поэтичный, романтичный образ получился. Вдохновенный Бариат Мурадова на театральной площади нашего Кумыкского театра. Ну, а эта книга, это тоже дань памяти Бариат Мурадовой. Книга, которую мы делали в дагестанском книжном издательстве Ларисой Ильиничной-Голубевой, которая очень трепетно тоже относилась к памяти Бариат Мурадовой. Она предложила, есть у вас какой-то материал, вот в Министерстве культуры я тогда там работала, есть какой-то материал о Бариат Мурадовой, могли бы вы его напечатать. Ну, вот к тому времени мы очень кропотливо занимались сбором материала, статей, интервью, значит, каких-то художественных зарисовок о Бариат Мурадовой, стихотворении и так далее. И, конечно же, в этом очень большое участие приняла Бэлла Мурадова, дочка Бариат Мурадовой. Благодаря тому, что она сохраняла вот эти газетные вырезки из журналов, из газет, все это вот вошло в эту книгу Бариат Мурадова. Каждый раз, когда отмечался юбилей Бариат Мурадовой, обязательно кто-нибудь говорил, о ней надо написать книгу. Она достойна того, чтобы о ней написали художественную, художественно-публицистическую книгу. О ней можно написать поэму. Ну, поэма написана, называется «Нарабият», Аткая Аджаматов посвятил ей. Ну, вот так и по сей день, уже вот 105 лет мы отмечаем в этом году, книга о Бариат Мурадовой не написана. Я имею в виду художественная книга. Она достойна этого. Более того, конечно, хотелось бы, чтобы на сцене нашего Кумыкского театра, а может быть даже и русского, шла пьеса, спектакль о Бариат Мурадовой. Ну, я не могу сказать, что мы все сделали. Вот наша республика всегда, наверное, будет в долгу перед Бариат Мурадовой, потому что она достойна самого высокого пьедестала, самого высокого звания. Эти звания тоже народная артистка СССР. Она первая, единственная на Северном Кавказе получила. Но память о ней действительно светлая. Северном Кавказе 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 Субтитры подогнал «Симон»